Здравствуйте! Вы знаете, какой праздник будет 14 августа? Конечно, Медовый Спас. Все пчеловоды знают. Медовый – это первый из трехлетних Спасов. Православная Церковь отмечает 14 августа память трех святынь – животворящего креста Господня, образа Спасителя и иконы Владимирской Божьей Матери. По народному календарю славян с Медового Спаса начинают лето провожать и плоды нового урожая в храмах освящать и вкушать. Медовый Спас – это когда пчеловоды скачивают последний меда и после этого уже мед не качается. Он уже созрел, запечатан и качается. Почему? Потому что уже все. После этого пчелы в зиму должны принести сами себе мед, приготовить. Каждый пчеловод обязательно расскажет и подскажет, какой сорт меда принесет больше пользы именно вам. Свежий, более нежный. Он насыщенный. Не такой насыщенный еще, как кристаллизованный. Да, он стоит, он набирает насыщенность. Чтобы узнать всю правду о меде, мы отправляемся, конечно же, прямиком на пасеку. Здравствуйте. Добрый день. Провожайте нас, показывайте свое хозяйство. Мы рады очередным гостям. Пожалуйста, милости просим. На добрую пасеку. Ощущение, что сад звенит. Это пчелы трудятся, поясняет хозяин пасеки. Вот так струится настоящий мед 22-го года. Это разнотравие. Мед ложится горкой. Это прекрасно видно. Струйка меда будет утончаться, но не прерываться. Одно из показателей – качество меда. И вот она, последняя капля. Она подтягивается к ложке. Никакой фельсификат не будет так делать. Только настоящий мед имеет вот такие прекрасные свойства – пружинит. Василий занимается пчеловодством на Истринских просторах 10 лет. Думал, что нашел хобби, а оказалось – настоящую любовь, которая затянула, увлекла и не отпускает. Даже терем своим пчелам хозяин пасеки соорудил, называя их ласково и уважительно – труженицы. На каждом этапе вот она выполняет свои определенные функции. Вот на этом короткий промежуток 30-40 дней она успевает быть всем. Нектаронос, пыльцинос, водонос, охранница, вентиляторщица, развечица. То есть так много функций, и все они успевают. Вот так пчелы строят соты на готовых рамках. Любая свободно освободившаяся ячейка, пчелки моментально заносят нектар. То есть у них все очень рационально, и нет ни одного свободного пространства. Ячейка, чтобы простаивала. В этом экспериментальном улье, сделанном по образу колоды, то есть природного дупла, примерно 20 тысяч пчел. Хорошая пчелиная семья насчитывает 50-60 тысяч особей, и каждая постоянно занята своим делом. Вот видите обнушечка белая, желтенькая, да? Ты смотри, смотри, прям… Это отличный показатель того, что семья растет, развивается, то есть это корм для будущих деток, будущий, так сказать, перган. А это что, у вас тоже такой большой улей? Да, своего рода, да. Это большой дом для пчел, опидомик. Здесь наши гости проводят курс лечебной терапии, оздоровительной терапии. Пчелки сюда у нас не выходят, здесь имеется решеточка, но аромат пчелиного улей, нектар, прополис, он свободно выходит из улья, и мы им дышим. Знакомство с пчелами на этой пасеке оказалось совершенно безопасным. Самое время выяснить все о свойствах меда. Говорят, что мед – это живой продукт, и его срок хранения – вечность. Это правда? Да, верно. Мед, который обнаружен в египетских пирамидах, вернее, зерна пшеницы, которые обнаружили в меде, были пророщены, и они дали свой результат. То есть мед работает как прекрасный консервант, и в нем можно хранить, так сказать, определенные продукты в меде, и они не потеряют своего качества. Но ведь мед может забродить. Да, данный содовый мед запечатан полностью, и мы видим восковые крышечки, которые полностью укрывают мед. То есть данный мед готов к употреблению, и он сколько угодно долго будет храниться и не испортится. Но если данный мед будет не запечатан, то есть пчелки его не запечатали по той простой причине, что он имеет большой процент влажности, и вот тот мед, да, он может забродить, не может, а сто процентов он забродит, и тот мед не является медом, он является нектаром. Это еще не мед, а вот это мед. То есть это зрелый мед? Это зрелый мед, и может храниться сколько угодно в обычных условиях, не требующих никаких ни холодильников, ни каких-то специальных, так сказать, температурных режимов. Говорят, что при нагревании мед теряет все свои полезные свойства. Да, если мед мы поместим в горячий чай, в горячую кашу, мед потеряет свои свойства абсолютно. И также мед не должен находиться под солнцем, под ультрафиолетом, любой пчелопродукт теряет свои качества. Как вообще правильно хранить мед? Мед храним в обычной комнатной температуре, просто-напросто, чтобы солнечные лучи на него не попадали. Как быстро засахаривается мед? Любой мед закристаллизуется, вопрос времени. Но у каждого меда есть свои, как бы не то что нормы, но какой-то мед быстрее закристаллизуется, какой-то дольше. То есть два меда, которые не кристаллизуются дольше всего, это белая акация и каштан. Каштан может не кристаллизоваться до пяти лет. Говорят, что темные сорта меда более полезны, потому что они больше насыщены всякими вот правильными ферментами, скажем так. Самый интересный мед – это мед разнотравия, потому что он вобрал в себя все меда, начиная с ранней весны и заканчивая поздней осенью. И он более насыщенный, более ароматный мед и более полезный, на мой взгляд. Слышала вот такую версию, что мед настолько не дает развиваться всяким микробам и бактериям, что им можно даже мазать раны. Да, верно. И во время войны, допустим, когда проблема была с медикаментами, мед использовали военные врачи именно для заживления ран, для того, чтобы избежать гноений ран. То есть мед использовался жироко в армии, там, где была такая возможность, где был мед. То есть настолько он бактерицидный, да? Да, это реально работает. Диетологи приравнивают, в общем-то, мед к сахару. Вы согласны с этим? Да, в меде имеются сахара, но там другие сахара. И тем не менее, я не знаю ни одного плотного, полного пасечника. Настоящий мед никак негативно не отражается на здоровье нашего организма, как и все пчелопродукты, которые производят пчела. Что у вас еще интересного есть из продуктов? Все, что связано с пчеловодством, то есть все пчелопродукты, которые производят пчела, они, как правило, у меня имеются в наличии. Как меда, потому что разные пасеки находятся у меня в разных местах. И все, начиная с простого меда, забруса, сотового меда, воск, пчелиный подмор, настойки на пчелином подморе, прополюс, настойка на прополюсе, медовый напиток. Все является украшением нашего стола постоянно. Мы делимся с нашими гостями абсолютно всем. Вернее, наши пчелки делятся. У многих народов есть мифы, в которых пчелы наделены божественной сущностью. Древние славяне называли пчелу божьей угодницей и считали, что ужалить она может только грешника. Вымысел это или правда, судить не беремся. Но вот то, что пчелы строят соты вокруг освященной иконы, не закрывая при этом святые лики, это достоверный факт. Я в уле размещаю рамочку с иконой, с освященной иконой. Все остальное выполняют пчелки. И пчелки на удивление делают так, что лик не запечатывают. Все иконки разные, но лик не запечатывают. Тыльная же сторона всегда запечатана полностью. С чем это связано? Вопрос к пчелам. А еще в народе говорят, будет пчела на цветке, будет и яблоко на столе. Следующий спас яблочный или преображение Господне отмечают 19 августа.